В 2013 году Казанский федеральный университет стал одним из 15 победителей открытого конкурса правительства России на получение государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров программы ТОП-5100. В рамках этой программы создавались открытые лаборатории, так называемые OpenLAB. OpenLAB – это площадки, созданные на базе уже существующих и успешно зарекомендовавших себя лабораторий. В рамках виртуальных научно-исследовательских лабораторий, то есть OpenLAB, Казанский федеральный университет предоставляет самое современное оборудование, инфраструктуру, а также научный персонал. Целью открытых лабораторий является разработка прорывных исследований в России и мире. Задача OpenLAB – пригласить топовых ученых с мировым именем из-за рубежа, чтобы они возглавили лаборатории, а также на базе этих исследований воспитать молодые научные кадры. То есть концепция открытой лаборатории предполагает, что она является инкубатором кадров. Она наполняется несколькими проектами, которые взаимосвязаны по идейной составляющей, объединены общей наукой, исследованием, материально-технической базой. На данный момент в Казанском университете существует более 40 открытых лабораторий. Наша открытая лаборатория OpenLAB – генные и кличные технологии. Например, мы объединяем более десятка проектов, направленных на использование методов генной инженерии, генной терапии, клеточной терапии, клеточной инженерии для решения самых разнообразных задач. Также была создана лаборатория «Структурная биология», которую руководит Марат Юсупов. В его лаборатории ведутся эксперименты с рибосомами и веществами, которые с ними связываются и подавляют. А это основа для разработки антибиотиков и противоопухолевых препаратов нового поколения. Я думаю, что есть целый ряд лабораторий, которые удалось создать за это время в Казанском университете по программе. Мы все там боролись попасть в высшую категорию университетов, но это как раз не так важно. А вот то, что удалось создать новые лаборатории с новыми программами, передовые лаборатории по всей России, а они передовые лаборатории по России. Ну и в Европе нас всех знают теперь. Следующая лаборатория нейробиологии в рамках Open Labо реализована Рустемом Хазиповым. Он приехал в Казанский университет из Франции. Его лаборатория включает в себя проекты, связанные с активностью особенностями развития головного мозга с точки зрения нейрофизиологии. Рустем Хазипов – один из немногих ученых, который выиграл мегагрант и встретился с президентом Российской Федерации Владимира Путина. Казанскому университету удалось объединить свои усилия в области геномных исследований с одним из мировых лидеров в этом направлении – Институтом Рикен Япония. КФО в кооперации с японскими коллегами начала использовать уже наработанные исследования. Это объединение дало огромный рывок во развитие вуза. В Институте фундаментальной медицины и биологии создали уникальные симуляционные центры, где студенты нарабатывают опыт. Также в Казанском университете развернут комплекс лабораторий, в которых ведутся исследования в области регенеративной и трансляционной медицины. Его возглавляет профессор Йошахиди Хайшизаки. Помимо этого в КФО выстроено свое опытное производство лекарственных средств. В математике существует система параллельных вычисленений. Для нас это продвижение не плавно и, как говорят, степ-бай-степ, а скачкообразно, когда мы сразу садимся на те темы, которые сегодня ведут топовые исследовательские центры мира. Инджи Минибаева, Универньюз.